Добрый вечер, в эфире Вести, Крачево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Каков уровень конкуренции на предстоящих выборах в Госдуму и как он влияет на легитимность и прозрачность избирательного процесса? Обо всем этом и не только сегодня поведала председатель Резисбиркома Лариса Базалиева. Ахмад Халкичев продолжит. Эта кампания в Государственную Думу отличается большим количеством участников. Свои кандидатуры по одномандатному округу нашей республики выставили 8 представителей различных политических партий, а по федеральным спискам участвуют 14. В свою очередь высокий уровень конкуренции обеспечит нам максимальную прозрачность и легитимность избирательного процесса, отмечает председатель Резисбиркома Лариса Базалиева. Я очень надеюсь, что каждый избиратель найдет своего кандидата и близкие ему по духу взгляды, убеждения и политические платформы. На предстоящих думских выборах будет доселе невиданное количество людей, которые имеют право не только наблюдать, но и получать всю необходимую документацию, участвовать в избирательных процедурах. Ведь каждый из кандидатов, а также и политические партии имеют право направить на избирательные участки до шести своих наблюдателей и назначать одного члена комиссии с совещательным правом голоса. Добавим к этому еще наблюдатели от общественной палаты и мы с вами получаем беспрецедентное количество людей, которые находятся на участке. А еще для обеспечения тотального контроля за избирательным процессом впервые в нашей республике развернут центр общественного наблюдения. И практически все избирательные участки охвачены системой видеонаблюдения. Ахматал Кечев, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. В общественной палате республики составился круглый стол под председательством представителя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правом человека Александра Брода. О чем говорили участники встречи, расскажет Карча Биджиев. Актуальная повестка экспертного обеспечения выборов – такова тема круглого стола. Представитель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правом человека Александр Брод в Карачаево-Черкесии не в первый раз. Ранее независимый общественный мониторинг взаимодействовал с общественной палатой и избирательной комиссией региона. В прошлом году в связи с пандемией общение велось дистанционно, а сейчас все проходит по плану. Общественная палата очень ответственно подходит к подготовке наблюдателей. И мониторингу рассказывает Александр Брод. За месяц до дней голосования с тем, чтобы посмотреть готовность общественных наблюдателей, экспертов, настрой гражданского общества республики в преддверии выборов, как ведется информирование, какие пожелания к ходу кампании. Сейчас идет проверка доступности избирательных участков, уже начинается агитационная кампания. Эксперт отмечает, что кампания конкурентна, если смотреть по зарегистрированным кандидатам и представителям самых разных партий. Не исключено, что будет проводиться вброс недостоверной информации, так называемых фейков. Поэтому возрастает роль общественных наблюдателей для объективного информирования граждан и недопущения создания конфликтных ситуаций. Это нравственный правовой барьер для тех, кто намерен помешать ходу избирательной кампании. Я думаю, стоит дополнительно разъяснить действия сейф-пакетов по хранению бюллетеней. Особое внимание уделить соблюдению санитарной безопасности и для членов комиссии, и для избирателей, и для журналистов, и для наблюдателей. Мы обсуждали вопрос присутствия наблюдателей на временных участках. Это городская клиническая больница. Очень важно, чтобы для всех политических партий соблюдались равные условия борьбы, возможность встречи с избирателями, присутствие информационных служб. Подавляющее большинство избирательных участков в Карачаево-Черкесии переведено на первые этажи для удобства граждан и будут оснащены всем необходимым, чтобы все, в том числе пожилые и люди с ограниченными возможностями здоровья, смогли выполнить свой гражданский долг. В преддверии выборов, которые состоятся у нас 17, 18, 19 сентября, важно еще раз говорить о легитимности, о прозрачности выборов, о важности действия гражданского общества, что сегодня и обсуждалось на круглом столе. Всего будет задействовано 504 общественных наблюдателя, из подготовленных 518 человек. Также будут открыты три дополнительных избирательных участка. Карача Беджиев, Расул Бердиев. Вести Карачаево-Черкесия. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 23 694 человек. Из них 21 341 выздоровел, 678 человек госпитализировано. По факту автоаварии в Ижигутинском районе с участием Нивы и Лады Приоры, в результате которого есть погибшие и травмированные, возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. ДТП произошло вчера на автодроге Усть-Жигута, Кисловодск. На въезде в Волновая-Джигута, где лоб в лот столкнулись Нива и Лада Приора. В результате происшествия погибли два человека из Приоры. Один из них 4-летняя девочка. Четыре человека, в том числе 3-летний ребенок, получили травмы и госпитализированы. По предварительной информации, причиной автоаварии стал выезд водителя Нивы на встречную полосу. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. По Карачево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза. В первой половине ночи в отдельных районах сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-25 метров в секунду. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16. В горах местами плюс 5, плюс 10. Днем 25, плюс 30. В горах местами плюс 17, плюс 22. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16. Днем 28-30 градусов тепла. В Кисловодском цирке с 24 июля. Новая грандиозная шумки и рацефка. Королевский цирк. Код города 87937. 2-96-58. Категория 0+. Девчонки, они снова приехали. Шубы от Снежки в Черкесске. С 26 по 29 августа. В Центре развития предпринимательства. Огромный выбор норковых шуб. Рассрочка на 3 года без первого взноса и переплат. А меховой жилет в подарок. Продолжаем выпуск. В Черкесске во дворце спорта юбилейный прошла встреча олимпийского чемпиона Альберта Батергазиева с воспитанниками спортивных школ, тренерами и ветеранами спорта. Подробнее Мураджин Кезав. На открытом автомобиле с очаровательной улыбкой Альберт Батергазиев въехал на территорию парка культуры и отдыха «Зеленый остров» во дворце спорта юбилейный. Чемпиона уже ждали. В фойе дворца он пообщался с журналистами, рассказал о том, как добился такого выдающегося результата и поделился впечатлениями. Как не воспользоваться таким прекрасным моментом и не попробовать померить на себя медаль? Вы разрешите? Конечно, без проблем. Я ее зарабатывал в первую очередь для народа. Ух ты! Весомо, тяжелое. Чтобы он радовался. Альберт, что вы почувствовали, когда впервые одели эту медаль? Я вдохнул в первую очередь, что поставлены цели, задачи выполнены. Уже начал думать, какие новые цели ставить. Так что у нас совершенно нет предела. Будем удваивать, утраивать. Олимпийскому чемпиону и сопровождающим показали, в каких условиях занимаются спортом жители республиканской столицы. Гость увиденным остался доволен и пожелал дальнейших успехов в развитии спорта. А на трибунах полельщики уже заждались. Готными аплодисментами трибуну встретили олимпийского чемпиона. Много теплых напутственных пожеланий высказали в адрес Альберта Батаргазиева. Не останавливаться на достигнутом пожелал министр физической культуры и спорта Карачаева-Черкесии Рашид Узденов. Не обошлось и без подарков. От имени городских властей чемпиону вручили грамоту и подарки. Позвольте от лица мэра города Черкеска Алексея Олеговича Паскаева наградить вас почетной грамотой мэрии муниципального образования за большой личный вклад в популяризацию немецкого движения, физической культуры и спорта, за высокие спортивные достижения, пропаганду здорового образа жизни и развитие моральных качеств предоставившего поколения. Поздравляем! В свою очередь молодой, но уже титулованный спортсмен Альберт Батаргазиев рассказал собравшимся свою личную историю, которая привела его к победе и дал наставление юным спортсменам, чтобы они находили время и умело совмещали занятия спортом с учебой. Мурат Чемпёзов, Роберт Джилутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Солисты Академии Мариинского театра Аслан Узденов и Зауралиев стали гостями клуба интересных встреч, традиционно проводимого сотрудниками Республиканского музея. В стенах художественной галереи они рассказали о своем творчестве и провели мастер-класс. Шерифат Лепшокова подробнее. Шерифат Лепшокова Мастер-класс в разгаре. Оперные певцы Аслан Узденов и Зауралиев пользуются заслуженной славой. Артисты Оперной Академии Мариинского театра много лет живут в Петербурге, но не забывают о своей республике и с готовностью делятся опытом. Больше 10 лет назад голос тогда совсем еще юного Заура Алиева, впервые прозвучавший в эфире нашего телеканала, узнала вся республика. Не было сомнений, что этот мальчик навсегда свяжет свою жизнь с музыкой, став самым молодым заслуженным артистом Карачаева-Черкесии. Сегодня за его плечами десятки работ. Начав с исполнения заглавных партий «Царевича Федора» в опере «Борис Гатунов», Заур обратил на себя внимание общественности и профессионалов. Упорный труд открыл ему путь в Мариинский театр. Самокритичный, строгий к себе молодой артист ставит своей основной задачей постоянное совершенствование. Вершина для меня до конца овладеть техникой вокала. Ну, хотя бы приблизиться. Потому что всем известно, что вокалисты учатся всю свою жизнь. Даже недаром один из старых профессоров сказал, что вокалисту нужно две жизни. Одну, чтобы проучиться, а вторую, чтобы петь. Поэтому скорее не в вокальных партиях, а в том, чтобы красиво петь. Боритон Асланус Денов последние восемь лет также выступает в Мариинском театре. Его биографии – Карачаево-Черкесский колледж культуры и искусств, Нальчикский северокавказский институт искусств, работа в Театре Владикавказа, а затем уже и на одной из лучших сцен мира в Петербурге. Большинство исполняемых им партий на итальянском и французском языках. Но он планирует записаться и ряд народных песен на карачаевском языке. Есть еще множество идей, которые артисты хотят воплотить в республике. Среди них – организация джазового фестиваля, постановка детского мюзикла и еще один грандиозный проект. Написание оперы для нашей республики, новой оперы. Ведутся сейчас переговоры по этому поводу. Мы возлагаем надежды на помощь со стороны Министерства культуры по этому поводу. Тема оперы, я полагаю, это будет сюжет из Нардского эпоса. Ведь Нардский эпос – то, что нас объединяет, многие народы нашей республики. Шериф Арлипшукова, Али Бустанов, Вести Карачаево, Черкесия. Это все вести прямо сейчас. Смотрите продолжение сериала «Водоворот». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова